Теперь коснемся акрила. Я думаю, многие из вас, особенно те, кто занимается вязкой самостоятельно или, может быть, сталкивался, заказывал что-то, вязал, тоже сталкивались с тем, что выбрать, допустим, шерстяную нитку, акрил или смесь. С акрилом знакомы, да? Какие у вас ощущения или какие знания относительно акрила? Что вы мне прокомментируете по поводу него? Мягкие гипоаллергены. Удобеновский. Да, конечно, свойства практичности у него великолепны. Давайте обобщим, посмотрим, что у нас в достоинствах и недостатках. Крепкая, длинная, легкая, мягкая, хорошо окрашивается. То есть, ну, практичность налицо, недостатки. Есть эффект, да, искусственная шерсть, эдакая искусственная шерсть, да, скатывается, электризуется, да, и не так хорошо впитывает влагу, как, конечно же, натуральная ткань. Давайте смотреть, как лучше всего использовать. Хорошо добавляется к шерстяным волокнам. Вот видите, здесь как раз мы можем найти баланс. И изучая, допустим, состав, вы уже можете понимать, что такое определенное количество шерсти, что такое определенное количество акрила, какие свойства каждая из этих составляющих внесет туда. Используется в трикотажной одежде, платьях, верхней спортивной одежде, закетах, носках. Конечно же, придаевая ткани дополнительные свойства практичности. Давайте дальше. Мы сейчас будем более так...